Добрый день! Предлагаю всем сделать маленькую экскурсию, посмотреть, что у нас сегодня происходит на небе. На небе у нас сегодня события достаточно бурно развиваются. Солнышко идет по знаку Лев, буквально последние градусы. Вот со следующей недели, 22-23, плюс-минус, и оно переходит уже в знак Дева. Это, конечно же, внесет изменения в жизнь многих знаков Зодиака. Хотел бы сказать такую вещь. Кто не верит в астрологию, имейте в виду, я тоже в нее не верю. Я ее изучаю. Итак, начнем с того знака, в котором сегодня Солнце. Солнце во Льве, поэтому я бы порекомендовал Львам использовать последние дни движения Солнца, по вашему знаку, это до 22-го, с максимальной эффективностью. Очень бы обратил ваше внимание, на воскресенье, понедельник, будет Луна не в лучшей к вам позиции. Вполне возможно, вы потеряете немного нервных клеток, но это, собственно говоря, не самое страшное. Дева. 22-го к вам переходит Солнце, вам приходит прилив энергии, прилив сил. Только позиция Сатурна с Марсом рекомендует аккуратно этой энергией пользоваться. Потому что, ну, скажем, если у вас машина, не нажимайте на кушетку газа прямо в пол. То есть, при аккуратном использовании этой энергией все у вас будет хорошо. Если вы будете перегнуть палку, например, будете пытаться сразу поднять 70 кг, надорвете себе мышцы. То есть, постепенно, постепенно входите в новый цикл. Весы. У весов все очень красиво, очень хорошо и очень гармонично, собственно, как всегда. Весы умеют выруливать даже в ситуациях, когда все сложно. Порекомендовал бы весь сам воскресенье и понедельник быть, ну, более терпимым к внешнему миру. У вас все пытаться будут раздражать, и все вот ваши нервные клетки будут преданы испытанию такому. Как говорил мой мастер, примите несовершенство мира. Вот это вам воскресенье и понедельник. Скорпион. Последние градусы солнца до 22-го числа потрепят вам нервы по полной программе, так что будьте к этому готовы. Особо важных дел лучше не назначать, лучше начните важные дела делать со вторника. А лучше вообще со среды, когда уже солнце полноценно пойдет по знаку дела. Это к вам более позитивный аспект. Стрельцы, я бы вам особо важные дела рекомендовал бы завершить к понедельнику. Ну, или не завершить, а, например, там у вас какой-то важный контракт, или, скажем, вы решили покупать дом, то, скажем, в субботу-понедельник заключите сделку, пока солнце не перешло в квадрат, потому что потом вам придется немножко выждать момент, когда закончится, скажем так, ветер будет дуть не в вашу сторону с вторника. Но если вы хороший парусник, вы настроите свой парус, и все у вас будет хорошо. В общем, не ждите у вас со вторника, что будет все ровно, придется немножко потрудиться, поработать. Козерог. Вам могу сказать только хорошо, опять-таки не только, потому что я козерог, а переход солнца в знак Дева, ну, это очень благоприятно для всех земных знаков, и прежде всего для козерога. А там Деви еще три планетки, Юпитер, Меркурий, Венера, то есть козерогов будет прежде всего Венера, это по взаимоотношениям, по финансам будет очень благоприятно. Второе, Меркурий, какая-то информация к вам поступает, которую вы давно ждали. Юпитер. Юпитер даст какие-то... Единственная опасность козерогам, это поменьше кушать, потому что хорошее положение Юпитера дает увеличение килограмма в теле. Тельцам то же самое. Водолеи. Выход солнца из знака Лев, это долгожданное для водолеев событие, потому что когда солнце в оппозиции, это немножко их... Да не немножко, а их немножко так вот потрясло. Не немножко, так можно сказать. Сейчас этот момент завершается, и все у вас начнется более плавно, более гармонично. Но единственное, вот 23-24 Луна будет вам давать эмоциональные сбои, но это вы уже переживете точно, если оппозицию Солнца пережили. Рыбы. Рыбам не позавидуешь точно, потому что переход Солнца в Деву еще более усилит напряжение со стороны рыбы. Сатурн дает не очень такой ласковый аспект. Период изменений, период испытаний, это знаете, вот когда подходишь к камню, направо нельзя, налево нельзя и прямо нельзя. И маленькими буквами, и стоять на месте нельзя. Вот рыбам сейчас можно только вверх, только на более высокие уровни. Растите, развивайтесь. Сейчас именно для этого у вас очень прекрасный период. Будете оставаться на месте, все будет рушиться. Сейчас хорошее время для того, чтобы пересмотреть взаимоотношения, пересмотреть работу, где вы работаете. Если вы работаете на работе, и она вам просто не нравится, поищите какие-то другие варианты. То есть мощный перепросмотр всей своей жизни. Овны. С одной стороны, то, что солнце выходит из льва для овнов, можно сказать, хорошо, потому что уменьшится количество напряжения, потому что овны были такие немножко под прицелом сейчас, очень многие вещи зависели именно от овнов. А в целом достаточно ровная у них ситуация. Телец. Я уже немножко сказал, переход солнца в деву очень хорошо для козерога и тельца. Единственное, опять-таки, опасность для тельцов, поменьше кушайте. Вот. А еще и положение Венеры, говорит, поменьше сладкого ешьте в ближайшие дни. Тельцы сейчас могут заняться материальными делами. То есть такое положение солнца и других планет очень благоприятно для, ну, например, для строительства дома, для улучшения работы, улучшения заработной платы. Так что если вы, например, с 23-го числа придете к своему начальству и скажете, что вы хотите, чтобы вам повысили заработную плату, все у вас получится. Только если что, не говорите, что это я сказал. Меркурий. Меркурий у нас управляет в близнецах. И сейчас он находится не в лучшем положении для близнецов. Поэтому близнецы, вот так же, как и рыбы, еще какое-то время вас ждет. Назовем это мягко период перемен. Сложненький, но тем не менее период перемен. Переход солнца в деву для раков будет только благоприятно. Если раки будут учитывать, что помимо них еще существуют другие знаки зодиака, то будет вообще хорошо. Потому что раки, они, конечно, белые и пушистые, но иногда бывают такими эгоистами, хуже любых львов. То есть у раков будет все хорошо, но имейте в виду, что дарите иногда ближним улыбку, любовь. В целом, неделя будет достаточно интересная, неделя перехода, гармоничная. Желаю успехов всем знаком зодиака. И все знаки зодиака 23 числа могут заняться, обратить внимание на материальный рост, на изобилие, на повышение по службе. И дева еще отвечает за здоровье. То есть, может быть, вам захочется как-то на правильное питание обратить внимание. В общем, желаю вам всем удачи в этих всех направлениях и во всех остальных тоже. Субтитры создавал DimaTorzok